Вода и высота На Днепре 15 июня погиб 15-летний подросток. Мальчик не умел плавать. Это выяснилось уже со слов родителей. Еще одна 15-летняя девочка не вернулась с речки в Чаусах. Тоже хотела охладиться. В школе 9-летний мальчик погиб на воде просто потому, что рядом никого не было. В официальных сводках причину таких историй произносят одинаково. Нарушение правил поведения на воде. И о большинстве из них, я вас уверяю, родители даже не догадываются. Как можно представить, почему ребенок, который ты знаешь умеет плавать, начал тонуть? Единственное, что приходит в голову, судорога, течение, глубоко он испугался. Да, такое бывает. Но гораздо чаще дети гибнут на мели. Я сама иногда вижу, как мой шестилетка с кем-то дурачится на мелководье и ни разу не придавала этому значения. А часто именно в таких возилках у берега один чуть-чуть придушивает другого. Тот на уровне воды по пояс. Теряет ощущение вверх-вниз, паникует и тонет. Ребенок может запутаться в водорослях. Кажется, что вот эта причина ну совсем дикая. Но два случая только в этом году были. Спасатели детей успели достать. Но это просто чудо. Еще у 11 этого шанса просто не было. Столько детей погибли в июне. Последнего 10-летнего мальчика вот уже 8 дней ищут в реке Горынь. Это Пинский район. Он приехал в деревню к бабушке. Вместе с мамой его отпустили на речку с подружками. Когда девочки прибежали и рассказали, что его унесло течением, было уже слишком поздно. Водолазы будут работать, пока не найдут тела. Родителю это нужно просто помнить как отче наш. Сколько бы ребенку не было лет. И как бы он хорошо не плавал. И вы в этом уверены. Нельзя одних отпускать их на речку. Даже подростков. Просто нельзя. А еще нельзя сидеть на берегу и смотреть в телефон. Или быть очень занятым в компании. Спасатели высчитали. В среднем на популярных пляжах в Минске в такую жару и в промежуток с 11 утра до 5 часов вечера опасная ситуация, в которой может утонуть конкретный ребенок, возникает каждые 15 минут. Это цифры, конечно, с погрешностью. Но тем не менее это кошмар. Могилевская и Витебская области в этом летнем сезоне пока лидируют по печальной статистике, когда спасатели просто не могли успеть. Вода и высота. Второе не менее опасно. И тоже не только для малышей. За июнь из окон выпали 6 детей. Один умер. И это не крошка, а 9-летний мальчик, который вышел на балкон. Бабушка была дома. Он перегнулся, не удержался и выпал. От полученных травм он скончался сразу. Это произошло в Гомельской области. И точно так же под Брестом трехлетняя девочка, будучи дома, с бабушкой, вывалилась со второго этажа, потому что в комнате просто было открыто окно. Может ли удержаться на подоконнике трехлетний ребенок? Ну, конечно, нет. За мою журналистскую практику я снимала случаи, когда в Минске ребенок выжил, спланировав с девятого этажа на москитной сетке. Родители оставили дочь с бабушкой на пару часов. Они поехали что-то там докупить к отпуску. И когда им сообщили, что девочка выпала с балкона, все 40 минут, пока они возвращались, это уже потом расскажет мама, они думали, что дочка умерла. Вот вы мысленно проживите это ощущение хотя бы минуту. Вы все окна закроете навсегда, и жарко вам не будет. Но эта история все-таки закончилась хорошо. А был эпизод, когда малыш выпал с первого этажа, пока мама на одну секунду побежала. Мы все так бегаем вниз за какой-то посылкой. И он ударился головой о бетонную отмостку подъезда. Он умер сразу на месте. Все заняло три минуты. А сегодня, несколько часов назад, в Рогачеве утонул 15-летний подросток. Он поехал с сестрой на речку и не вернулся. Причем родители до этого ему запретили. Каждая из этих историй уникальна, если можно так сказать. И мы не берем в расчет какие-то маргинальные семьи, где за детьми не смотрят. Нет, это все происходит с обычными нормальными людьми. Просто потому что лето нас всех чуть-чуть расслабляет. Да ему вообще 6 лет, он уже взрослый. Я вот в его возрасте уже и на речку бегал, и дома один оставался. Просто не ведитесь на эти вещи. Потому что если посмотреть на статистику, то во все времена много кто с речки не возвращался. И много кто дома один хорошо не оставался. Берегите своих детей, никого не слушайте. Потому что лучше перестраховаться, жить без них потом невозможно. Меня зовут Катерина Круталевич, и я дополнила тему.